Жемчужина Аби Жемчужина Аби Жемчужина Аби Президент России провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Владимир Путин отметил, что в последние годы сфере уделяли особое внимание. Осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, повышалось качество переработки черного золота. Глава государства отметил, что политика в этом направлении останется прагматичной. Исходить власти будут из экономических интересов Российской Федерации. Государство, как и прежде, намерено помогать создавать благоприятные условия для изменения бизнес-моделей компаний. В планах повышение доступности кредитов, страховых услуг, стимулирование проектов, связанных с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервисов, включая освоение и эксплуатацию месторождений. Владимир Путин отметил, что в приоритете опережающие действия, которые позволят, цитирую, «обращать непродуманные и хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране». С 19 мая по 9 июля в школах Сургута девятиклассники пройдут государственную итоговую аттестацию. Два обязательных предмета – математику и русский язык – напишут 23 и 24 мая, а также 7-8 июня соответственно. Самым популярным предметом по выбору стало общество знания. Этот экзамен сдадут 55% выпускников девятых классов, свыше 2600 человек. Испытания пройдут 27 и 28 мая. Девятиклассников у нас сегодня в системе 4767 человек. Это выпускники, для которых созданы условия максимально комфортные. Я думаю, что будет 16 пунктов проведения экзаменов. Также пользуются правом дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых 16 пунктов будут организованы на дому. Есть категория детей с ограниченными возможностями, где будут созданы пункты для сдачи государственного выпускного экзамена. Дети с ограниченными возможностями здоровья, у них есть право выбора только двух предметов – русский язык и математика, которые являются обязательными. Уже в эту субботу во всех школах Сургута прозвенит последний звонок. А с 26 мая по 2 июля для 2680 выпускников начнется период сдачи единого государственного экзамена. Традиционно обязательные русский язык и математику ученики напишут 30 и 31 мая, а также 2 и 3 июня соответственно. Отметим, что в этом году трое сургутян сдадут ЕГЭ по китайскому языку. 21 числа у нас будут последние звонки во всех образовательных учреждениях. Это суббота, это праздничные мероприятия в каждом учреждении. Для каждого выпускника они очень волнительны, также для родителей. Поэтому на сегодня департаментом автономного округа определена единая дата последнего звонка – 21 мая. В России за год число вакансий, где требуются специалисты со знанием китайского языка, выросло на 80%. Как отмечают рекрутеры, спрос на эту компетенцию так или иначе существовал всегда, но в основном на Дальнем Востоке и в мегаполисах, где бизнес активно развивает международные связи. Сейчас количество предложений на рынке труда для владеющих китайским во многих регионах растет почти двузначными темпами. По данным аналитиков компании Headhunter, активнее других размещали запросы о поиске таких кандидатов в предприятии энергетической отрасли плюс 300% по сравнению с началом прошлого года. Стали также очень востребованы знатоки китайского в СМИ, рекламных, маркетинговых и пиар-агентствах. Рост вакансий на 183%. Также владеющие таким навыком требуются в государственных организациях, в сферах продаж и производстве бытовой техники, электроники, транспорта и логистики. Весь сектор вакансий так или иначе этот тренд затронул. Даже мы можем увидеть, что среди IT-специалистов спрос на людей, которые знают китайский язык, он тоже стал побольше. Не сильно, на 15%, но все-таки. Многие работодатели ищут специалиста со знанием такого языка, не глядя на регион и, соответственно, предлагают в том числе работу удаленно, либо предлагают переезд. Вот если мы говорим про ХМАО конкретно, да, и в частности про Сургут, то за последние месяцы было более 300 таких вакансий в регионе открыто, в Сургуте около 130. И это, на самом деле, опять же, самые разные варианты. Вакансии, где требуется знание китайского, конечно, закрываются, но не такими быстрыми темпами, как хотят работодатели, говорят HR. Кстати, еще одно исследование, опубликованное РБК, гласит, что большинство россиян самым нужным для карьеры все еще называют английский язык. Однако доля интересующихся китайским за последний год выросла более чем в два раза. Полезным для изучения его считают 28% российских родителей несовершеннолетних детей. ЕГЭ по китайскому в школах нашей страны дети могут сдавать уже с 2018 года. Язык один из сложных в мире. Например, для уровня бакалавра, который позволит продолжить учебу в ВУЗе в Поднебесной, заниматься придется по 6-8 часов в неделю в течение четырех лет. Для бытового общения, не связанного с изучением китайского языка, достаточно уровня B1, который достигается за два года усердной работы. Специалисты, тесно работающие с Китаем, в свою очередь утверждают, большинству из выучающих этот азиатский язык, он нужен скорее для установления неформальных дружеских связей и для переводческой деятельности, которая может быть никак не связана с бизнесом. Не сказать, что если вы не знаете китайского языка, то у вас ничего не получится с бизнесом. Бизнес, как бы, тут всегда у китайцев прибыль на первом месте. Если вы даете прибыль, но не даете знания языка, ничего страшного, это все примут и перетерпят. Китайский язык существенно сложнее, чем все остальные языки. То есть по стандартам человек способен написать какой-то текст небольшой и его прочитать. В китайском языке он это сделает, допустим, через год. А если он будет учить немецкий или испанский язык, то он это сделает через три месяца. В России обсуждают возрождение пионерии. Кремль, Росмолодежь и Минпроссвящение заявили об идее создать новое общероссийское движение детей и молодежи, направленное на воспитание в подрастающем поколении активной жизненной позиции, патриотизма и отзывчивости. Отличием от советского объединения будет то, что участие в программе не обязательное. Вместе с тем организаторы намерены охватить большое количество подростков, а не только лидеров школьных советов. Об этом пишет РБК. Как сообщает издание, окончательное решение будет озвучено в четверг в столетний юбилей со дня основания пионерского движения. Мы поинтересовались у сургутян, считают ли они, что такое объединение поможет достичь заявленных целей. Во-первых, пионерия – это дисциплина. Я вот сам человек, 87-го года рождения. Я, конечно, не понимаю, что это приходит, но дисциплина, она всегда нужна. Молодежь, надо чему-то учить современному, как это, все забыто уже. Комсомолы забыли, пионеры забыли. Надо, надо возвращать. Только хорошему. Я сама была пионерка. Сначала октябрёнок, потом пионерка, потом комсомолка. Ничего плохого нас не учили. По-моему, это отличная идея. Я в детстве была в пионерии. Очень много хорошего осталось с тех времен. Учитывая, что это, в принципе, играет такую хорошую роль в жизни молодёжи, потому что это как-то дисциплинирует, что ли. В мэрии Сургута состоялось заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при главе города. Эффективное сотрудничество общественных организаций, администрации и муниципалитетов сложилось уже на протяжении нескольких лет. Совместными усилиями удается своевременно решать возникающие вопросы в сфере национально-культурных отношений. Реализуются мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального мира. Оксана Ярославцева продолжит. С начала только этого года администрация города и национально-культурной организации Сургута организовали около 30 совместных мероприятий. Реализуется шесть масштабных проектов, один из которых — создание Центра социальной адаптации и интеграции иностранных граждан. Ежемесячно он будет обслуживать от трёх до четырёх тысяч мигрантов. В полном объёме учреждение начнёт работать уже в конце мая. Уникальностью проекта является оказание услуг в режиме единого окна. Иностранцы смогут получать помимо бесплатных консультационных услуг, правовых услуг, помощи, а также проходить медицинское освидетельствование на базе этого центра. Также запущен бесплатный колл-центр, где иностранцы могут бесплатно консультироваться удалённо. В рамках заключенных соглашений с социальными службами города мы получаем методическую поддержку информационную. В Сургуте сегодня живут представители 119 национальностей. Ежегодно растёт приток мигрантов на территорию города. Только в первом квартале года в экономическую столицу Югры прибыли более 15 тысяч гостей из государств ближнего зарубежья — Таджикистана и Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Украины. И для сохранения мира согласия, укрепления взаимопонимания в средоточении такого национального многообразия необходимо участие всех заинтересованных сторон. «Чтобы нам быть максимально эффективными на КПД, как говорится, на вложенное, может быть, где-то что получилось хорошо, где-то что-то, если не получается, давайте это обсудим, будем, значит, корректировать. Есть ресурс, который надо максимально эффективно использовать по взаимодействию в большой работе, которую вы делаете. В рамках предложения очень важно нам качественно сегодняшний день так поработать, потому что он закладывает основу или некие, может, сейчас протокольные решения, которые помогут в будущем, может, реализовать новые проекты». В бюджете города на 22-й предусмотрены средства более 5 миллионов рублей на грантовую поддержку и субсидии национально-этническим автономиям и религиозным организациям. Еще одним из объектов притяжения и сближения представителей разных народов в Сургуте может стать Центр национальных культур и ремесел. «Есть, конечно же, организованное пространство. У нас есть место, где мы можем достаточно достойно принять гостей. Многие вещи мы уже проводили даже вплоть до регионального уровня. Например, представители Башкортостана у нас участвовали, привозили своих гостей с Министерства образования Республики Башкортостан. В Киргизии приезжала к нам со своим консулом. У нас как-то все дружно и у нас все по-простому. То есть у нас, конечно, возможно, нет каких-то таких специфических бюджетных процессов, но в то же время есть пространство, и мы готовы его предоставлять для проведения различных мероприятий». Авторы проекта «Дом дружбы народов» уверены, он будет удобной площадкой для проведения национальных праздников и фестивалей, мастер-классов, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с традиционными промыслами и культурой народов, проживающих на югорской земле. Стоит отметить, региональная ассоциация некоммерческих организаций за несколько минувших лет успешно реализовала ряд тематических проектов. Изюминкой этого года должен стать детский национальный фестиваль «Мандаринка». Оксана Ярославцева, Денис Зонов, Сургут.Интерновости. Особый противопожарный режим в Сургуте, возможно, будет продлен, пока его срок ограничивается 19 мая включительно. Как рассказал в интервью нашему телеканалу главный государственный инспектор города по пожарному надзору Александр Стрелов, решение будет приниматься не только по погодным условиям, но и исходя из текущего состояния лесных покровов. Чем больше новой зеленой травы и чем она выше, тем меньше шансов на возникновение и распространение огня. Если не учитывать человеческий фактор, напомним, при особом противопожарном режиме категорически запрещается сжигать, где бы то ни было мусор и сухую траву, разжигать костры и находиться в лесах без всяких на то причин. Штрафы могут достигать 4000 рублей для физических лиц и 400 тысяч для юридических. Все зависит от опасных явлений погоды. То есть, если будет также устанавливаться у нас теплая погода, то, скорее всего, мы будем выходить с ходатайством на главу города о продлении особого противопожарного режима. Если все-таки погода будет нам благоволить, то вполне возможно, мы не будем ходатайствовать об этом. Жители Ханты-Мансийска пожаловались на то, что город окутало дымом. Причиной неудобств стал ландшафтный пожар вблизи муниципалитета, в пойменной части РТШ. На тушение направили 22 огнеборца, беспилотник и три речных пожарных судна. В связи с тем, что смог от возгорания добрался до столицы Югры, Роспотребнадзор провел замеры концентрации частиц вредных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Прокомментировала ситуацию и губернатор Наталья Комарова, глава региона сообщила, что возгорание произошло из-за человеческого фактора. Мы сначала развлекаемся, костры жжем, а потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха не было и так далее и тому подобное. Вот обратите, пожалуйста, на эти обстоятельства, уважаемые югорчане, внимание. В Югре за неделю втрое выросло число жителей, пострадавших от клещей. За помощью уже обратились 97 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор. В числе укушенных 14 сургутян. Вместе с тем, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 140 случаев по всему округу. Специалисты проводят исследования насекомых для этих целей в лесах, а именно там чаще всего присасываются клещи, собрали 40 особей. Среди них только 6 оказались переносчиками инфекций. Снизить риск неприятных последствий после встречи с членистоногими можно, пройдя иммунизацию. Если же неприятного контакта избежать не удалось, придется прибегнуть к дополнительной профилактике. В 78% случаев пострадавшие не были привиты против клещевого энцефалита, в связи с чем подлежали экстренные серопрофилактики. Противоклещевой моноглобулин получили 74 пострадавших. Так вот, наиболее часто присасывания клещей происходили при посещении леса 38%, дачи 17,5%. Квота почти исчерпана. Сургут во второй раз присоединится к всероссийскому марафону забег.рф. Он состоится 22 мая и пройдет в городах всех субъектов страны. По общей численности мероприятие ожидается соберет 200 тысяч участников. В нашем городе их будет 800. 300 человек заявились на дистанцию 1 километр, 200 пробегут 5000 метров и 100 югорчан испытают себя в полумарафоне. На сегодняшний день порядка 700 человек уже зарегистрировалось на официальном сайте. В этом году за участие в марафоне нужно платить денежки. В соответствии с дистанцией, соответственно, там разные деньги. Если взять сначала, когда началась регистрация, это было в середине апреля, то стоимость была небольшая и чем ближе к началу мероприятия регистрация, тем дороже. К примеру, пробежать километр желающему сургутянину обойдется в 600 рублей. Дальше в зависимости от дистанции больше. Каждому участнику забега будет вручена памятная майка и специальная медаль. Среди заявившихся есть и глава города Андрей Филатов. 20 и 21 мая в Ледовом дворце спорта ждут с электронными билетами зарегистрированных спортсменов, чтобы пройти все необходимые процедуры, включая страхование. Сам старт марафона назначен на 11.00 по местному времени в воскресенье. Само мероприятие будет проходить на центральной площади, на перекрестке новой площади, Ленина и университетская. На площади будут выставлены локации всевозможные для тех, кто придет поболеть за своих пап, мам, сыновей, дочерей. Для детей будут организованы всевозможные игровые локации, будут работать торговые павильоны. Классика маленькими порциями. В рамках проекта «Народное чтение» по Сургуту в четвертый раз в этом году проехал читающий автобус. Главная его цель – приобщить к русской классической литературе как можно больше жителей. В этом году сургутяне уже смогли познакомиться с Некрасовым, Толстым и Лесковым. Очередное путешествие посвятили произведению «Судьба человека». Вместе с его автором Михаилом Шолоховым по городу прокатились Татьяна Расторгуева и Николай Сапожников. Сегодня мы совершим четвертое из пяти запланированных путешествий в читающем автобусе. Читающий автобус – акция уже давно знакомая сургутянам. Несколько раз в год выезжает он на городские улицы, чтобы познакомить жителей с великими классиками и их произведениями. В четвертом путешествии пассажиров сопровождал Михаил Шолохов. Именно сейчас мы посвятили нашу акцию замечательному произведению Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Поскольку май у нас победный май, конечно, мы выбрали именно это произведение. Потому что одна из любимых тем Михаила Александровича Шолохова – это тема войны. Сначала гражданской войны, затем Великой Отечественной войны. В творчестве сургутянина Виктора Коробкина тема Великой Отечественной войны пока не раскрыта. Но только пока. Молодой человек учится на историческом факультете Сургу, сам пишет стихи и специально сел в читающий автобус. Чтобы, как говорится, и себя показать, и принести частичку культуры в массы. Я пишу стихи уже 6 лет, 3 года выступаю на различных мероприятиях, типа открытых микрофонов. Или вот на 1 май мы кооперировались с группой «Революция». Как раз-таки тематические стихи у нас были. И вот сейчас как раз-таки мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. Ну, почему бы и не поучаствовать, пока время есть. И хотя своих стихов о войне у Виктора нет, но декламировать классиков почел за честь. Ой, гармоника, в юге назло, заболтавшее счастье зови мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. 17-летний Николай Глазырин тоже сел в читающий автобус не случайно, да еще и захватил с собой гитару. Я сам читатель, сам по себе, по натуре. Узнал то, что едет в читающий автобус, ну и решил принять участие. Я понял то, что, как бы, ну, это мой шанс выбиться в люди, во-первых. Во-вторых, как бы, ну, будет военная тема, как бы, я решил спеть что-нибудь военное. Блестят за финалом, потому что война вернулся домой, потому что герой вернулся домой живой. Кроме песен и чтения стихов, пассажиры ответили на вопросы Викторины, узнали неизвестные факты из жизни и творчества Шолохова, приняли участие в мастер-классе. Самые активные получили подарки. До конца года в рамках проекта «Народное чтение» по Сургуту проедет еще один читающий автобус. Осенью все желающие смогут прокатиться вместе с Великим Гоголем. Татьяна Расторгуева, Николай Сапожников, Сургут Интерновости. Необычный случай на днях произошел в одном из автосалонов Сургута. Там обнаружили кота-путешественника, который случайно, а может быть и нет, проехал 700 километров под нищим автомобилем. Жители Нового Уренгоя обнаружили тайного пассажира, только уже приехав в наш город за новой машиной. Кот был грязным и испуганным. Сотрудники автосалона говорят, что, судя по поведению, он домашнее ведет себя прилично. Сейчас путешественнику ищут новый дом. Контактный телефон на ваших экранах. Накануне же его свозили на прием в ветеринарную клинику. В ветеринарной службе сказали, что это молодой мальчик, ему около года, он чистый, здоровый. Мы провели все необходимые обработки противопаразитарные и назвали его в честь нашей компании. Мы сначала хотели взять его в штат сотрудников, но никаких документов при нем не оказалось, поэтому решили, что ему лучше найти хороший дом. Сургут – столица не только потрясающих закатов и белых ночей. Во вторник горожане наблюдали, как в девятом часу вечера над городом среди дождевых облаков опустился купол в виде двойной радуги. Она разноцветная и широкая, казалось, была видна из любого уголка муниципалитета. Особый шарм ей придавало уходящее солнце. Сургутяне делились фото и видео природного явления в соцсетях. Только администратору нашего телеграм-канала О.Медиа прислали более ста снимков и записей. Весна и лето в нашем городе нередко балуют жителей видовыми визуализациями. В понедельник вечером соцсети также наполнили посты с красивейшими закатами, когда небо переливалось оттенками от привычного синего и серого до розового, оранжевого и сиреневого. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала «Стургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Пицца «Фабрика». Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Субтитры подогнал «Симон» Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Та-дам! Ваша мама! А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон! Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Лаврадио – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир Лаврадио – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. Лаврадио – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, «Игры в прямом эфире» и «Биглав шоу». В общем, вы поняли. Слушайте Лаврадио. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Хорошо там, где есть Радио Дача. Радио Дача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин